Люди, накопившие колоссальный опыт в управлении, хорошо знающие свою малую родину, готовы поделиться опытом в решении задач. Общественная организация ветеранов органов и власти продолжает принимать живое участие в судьбе Щелковского района. В этот раз на повестке вопросы, напрямую касающиеся его развития. Хотели бы увидеть очертания, цифры и какие-то показатели проблемы в транспортном обеспечении, которые могут возникнуть, сегодня уже существуют, с учетом того, как предполагает развиваться генеральный план. Как рассказал начальник Щелковского территориального управления главы архитектуры Московской области Станислав Положенцев, согласно принятому генеральному плану и схеме территориального планирования, темпы развития города в перспективе бурные. В ближайшие 17 лет значительно возрастет количество квадратных метров жилья. Вместе с жилым пространством построят и нужную социальную инфраструктуру. Рост получается порядка 70 тысяч человек, это до 1935 года. При этом жилищный фонд на сегодня 3 млн 682 тысячи, на 22-й 5 млн квадратных метров, на 2-й 35-й год 6 млн. Сколько нужно детских садов, школ, это все приведено под нормативное число. Заинтересовало членов организации и решение транспортных вопросов в связи с плотной застройкой. Так уже сейчас начато строительство автомобильно-пешеходного моста через Клязьму от улицы Фабричная до Восточной промзоны. Новый объект позволит перераспределить транспортные потоки и снизить интенсивность движения по основной магистрали города – Пролетарскому проспекту. Генеральный план предусматривает и строительство крупных транспортных артерий – западного обхода и дублера Щелковского шоссе. Это откат, он идет вдоль существующей трассы по северу, цепляя Лосиный остров, за чего его держат до сих пор. В наш район он входит, пересекает Щелковское шоссе и уходит на правую сторону, на южную. Обходит Медвежье озеро вместе с озерами, то есть деревню Медвежье озеро, и втыкается в эту улицу, которая уходит на Московского. То есть вот в этом развязком месте, пересечении. А дальше идет на ЗС-100 и на путепровод. Очередная встреча ветеранов органов власти закончилась приятным моментом. Члены организации поздравили с 70-летним юбилеем Рафуддина Балашова. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.